Я прежде всего хочу поблагодарить тех коллег, которые поддержали включение этого вопроса в повестку дня. Для меня это очень важный вопрос. Хочу также поблагодарить экспертов за их выступление. Я хочу высказаться в отношении позиций Армении. После разрушительной войны 2020 года, продолжавшись в течение 42 лет, как говорил Ричард, Армения выбрала путь на проведение новых досрочных выборов и разрешение внутренних политических кризисных вопросов. И мы двинулись по этому пути. Наш голос четко звучит. Мы говорим о верховенстве закона внутри страны и укреплении мира вовне наших границ. Что это означает? Мы будем решать проблемы, которые можно решить в кокосочной перспективе. Мы будем пытаться решать их в различных форматах. И первое, что мы будем делать, мы будем разблокировать возможности коммуникации в регионе. И не только по вопросам экономики, но и по вопросам безопасности. Мы считаем, что взаимозависимость позволит нам более успешно разрешать проблемы. Второе, это демаркация и делимитация границ между Арменией и Азербайджаном. Мы считаем, что вооруженные силы Армении и Азербайджана должны отойти от границы в зеркальном порядке. И тогда можно начать незамедлительно процесс демаркации и делимитации. Что касается Нагорного Караваха и конфликта, он не решен. Мы еще раз повторяем, что пока этот конфликт не решен, мы не готовы привлекать международную силу к продолжению этого конфликта. Мы хотим привлечь нужную силу к разрешению этого конфликта, чтобы достичь ситуации постоянного прочного мира в нашем регионе. Существуют и другие проблемы, которые нужно решать. Существуют по-прежнему военные, которые оказались в плену, и они должны вернуться домой. И мы призываем вернуться всех военнопленных и также предоставить карты минирования областей. Мы надеемся, что этот вопрос будет решен в космической перспективе. И, наконец, культурное наследие в Нагорном Карабахе. Мы считаем, что международные гуманитарные организации должны иметь беспрепятственный доступ в регионы, чтобы отслеживать ситуацию с культурным наследием по всему региону. Ну и, наконец, нормализация отношений между Арменией и Турцией. Этот процесс может идти независимо от конфликта в Нагорном Карабахе. Но существуют определенные взаимосвязи. Мы поддерживаем этот процесс. Мы хотим видеть результаты. Это значит открытие границ между Арменией и Турцией. И хочу напомнить вам, что именно Турция закрыла эту границу со своей стороны. А также создание учреждений международных делегаций. Спасибо.